Ну вот, наконец-то интрига раскрылась, и вместо розы Абрахам Дерби, ну, конечно, уже было понятно, из коробки нашего производителя, по-моему, это НК Семена, вот как-то с этим связано, вот это роза. Ну, в общем, обычный, наверное, чайник, хотя, конечно, кустится, хотя, конечно, что-то там тянется, но вот мой Абрахам Дерби. Ужас, конечно, если честно, ужас, не жалко 250 или 230 рублей, я уж не помню, жалко ожиданий, впечатлений, своих трудов по уходу за этой розой, в общем, ни к селу, ни к городу, вот, так что пересорт. Вот это раскрыл свой первый цветочек, кустик, кстати, очень хороший, приличный, здесь сантиметров 50, наверное, даже побольше. Тизин Джорджия – это саженец от Бутримовых. Вот, вижу, что роза, мало того, что соответствует сорту, но очень-очень похожа по силе роста, по структуре куста, потому что Тизин Джорджия у меня была в оригинале, но, к сожалению, как-то вот она пару-тройку сезонов и пропала у меня после теплой зимы 2019-20. Вот, ну вот, я ее решила обязательно повторить, так что это Тизин Джорджия, я рада, кустик очень хороший, очень. А это саженец из розомания, роза Минерва, сорту соответствует, вот здесь у меня есть бумажечка, вот, расцвел первый цветочек. Ну, в принципе, я думаю, что все соответствует. Я, конечно, вживую ее не видела, но, насмотревшись на других каналах, думаю, что как раз она. Высота этого саженца порядка 45 сантиметров, ну, может быть, 50, но прям с натягом. Так что Минерва у меня зацвела. Это роза оригинальная, саженец от Тантау, сорт Лилактапас, это новинка. Вот я вам сейчас покажу его цветочек. Ну, я бы сказала, такой больше розовый, чем сиреневый. Ну, розово-сиреневый, наверное, все-таки будет, как указано. Здесь получается раз, два, три, четыре, пять, шесть побегов. Все они заканчиваются очень большим количеством бутонов. Нет, даже семь. Вот там еще маленький побег. Ну, саженец, как обычно, сильный. Если мы говорим о немцах, об оригиналах. В общем, радует. Так что Лилактапас будем смотреть дальше, как она будет цвести и как она себя будет проявлять. Здесь же рядом расцвела роза Штернталер. Это тоже оригинальный саженец. Ну, я ожидала от нее больше желтизны, но она такая достаточно лимонная. По краешку светлее, чем внутри. Но, возможно, это связано также с погодой. А вот бутоны у нее, я просто сейчас не знаю, будет ли передавать камера, они зелено-желтые. Мне очень нравится этот оттенок. Сама немножечко я не вижу. Вы знаете, стараюсь закрыть солнце. Вот. Этот саженец, он такой получился, вот, знаете, раздвоенный. Как бы середина у него оказалась немножко пустая. Но, ну, это хорошо, это хорошо. По высоте сантиметров 60. Вот немножечко издалека этот саженец. Роза Штернталер. Еще раз покажу цветок. Я люблю желтые розы, честно говоря. Поэтому, мне кажется, меня любая форма будет радовать. Любой оттенок. Ну, если, может быть, не совсем только такой, какой-нибудь ядреный. Вот. Штернталер. Вот он очень красивый такой. Посмотрим дальше. А вот это очаровашка маленькая. Я так и не успела с ней ничего сделать. Это второй польский саженец, который у меня развивался не очень хорошо. Только потому, что, как мне кажется, я все-таки не сняла воск. Воск действительно очень своеобразный. Вот только сейчас на такой жаре, очень сильный, значительно больше 30 градусов, он стал немножечко отслаиваться. До этого я реально никак не могла его вообще просто снять. Вот. И вот из этого единственного побега образовался, зацвел цветочек, очень нежный. Ну, я думаю, как раз сейчас камера передает. Вот. И из пазух, видите, очень-очень много почек просыпается. В принципе, это говорит, я считаю, о силе сорта. Так что, ну, я как-то надеюсь, ну, вдруг, вдруг все будет хорошо, несмотря, конечно, на его вот этот темный стволик. Не успела я ничего, не успела. Особенно последние недели, последние события, которые у нас происходят в семье, в общем-то, замечательные. Я не успеваю многое сделать, то, что нужно было бы сделать все-таки заранее. Блю и Дэн. Красивая, нежная такая. Вот эта милашка, насыщенно цветущая, на уровне, вы знаете, наверное, сантиметров максимум 30. Может быть, даже ниже 30. Это, наверное, вот с этим побегом. Это Роя Даль. Это саженец от Меховских. Вот, то есть, тоже я бы хотела сказать, сила сорта уже видна, цветет насыщенно. У меня даже нет сомнений в том, что нужно дать процвести этой розе. Ну, она такая вот немножечко персиковая, потом бледнеет. Ну, и вот это вот практически сливочно-белый цвет уже отцветает. Ну, хочу сказать, сегодня, получается, третий день я ее наблюдаю. Я приехала, она была уже в таком расцветшем виде. То есть, жару она держит очень даже достойно. Очень достойно. А вот это рядом саженец. Это тоже англичанка. Gentle Hermione. Очаровательные цветы. Я так понимаю, что соответствуют сорту. Я просто ждала немножечко более розового. Но, думаю, от погоды и от возраста кустика, ну, в общем-то, нормально. Розовый здесь просматривается очень даже неплохо. Просто вчера я оторвала цветок, который раскрылся полностью. Он был почти белый. Ну, это отцветание и погода. Высота кустика, высота кустика сантиметров пятьдесят. Вот я подвязала еще вот эту кисть. Это саженец, ой, забыла. Либо меховские, либо розомания. Но я потом посмотрю. Вот. Красавица. Нежная красавица. Бутон The Prince. Один цветок уже отцвел. Мне его присылала моя замечательная соседка. Танюша, привет и спасибо. Вот. Ну, вы знаете, не поняла, вживую не видела. Мне показалось несколько светлее, чем должен быть The Prince. Посмотрю, если увижу полное раскрытие этого цветка. Следующего цветка. Вот. Ну, сравнивала с девочками. Мне присылают фотографии более темного оттенка. Почти такого, чуть ли не фиолетового. Этот несколько более такой фуксивый, что ли. Ну, посмотрим. А, да. Вот это вот от меховских саженец. Да, это точно. Я вижу вот эту вот маленькую бирочку такую. Вот. The Prince. Вот это саженец. Питер Пауль Рубенс. Это саженец из розомания. Вот здесь у нас бирочка. Красивая, нежная роза. Различной насыщенности розового. От центра к краю. К краю она светлее. Вижу, что квартированный цветок. Ну, в общем, очаровашечка. Думаю, она несколько бледнее. Опять же, в зависимости от того, какая будет температура. Сейчас жарко. Потому что у нее присутствуют и желтенькие оттенки. А это расцвел саженец от розомания Purple Lodge. Хороший такой крепкий саженец получился. Хотя очень медленно развивался. И всего из одного такого стволика он состоял. Но дал, видите, еще такой базальный побег. Высота самого стволика уже сантиметров 80. Бутоны многочисленные. Крепкий, такой толстенький. Дам процвести. Возможно, даже всем цветочкам. Ой, у нас, слава богу, гроза. Уже радуемся даже этому. Хотя бы есть чем дышать. Вот. Purple Lodge из розомания. А это очаровательная красотка Леула. Это саженец от бутримовых. Тоже вижу соответствие сорту. Очень-очень рада. Такая нежная, маленькая. Сантиметров 35. Но я очень рада, что это она. Слушайте, у нас люди кричат ура. Потому что гроза, потому что дождь. А это саженец от бутримовых. Ричардов Чичестер. Очень красивый цветок распустила. Достаточно крупный. Сантиметров 10. Махровый. Но единственное, что я ожидала, что он будет более такого цвета оранжевого. Ну, или может быть легкого апельсинового оттенка. Он сейчас больше, я даже не знаю, розово-персиковый. Но возможно это от жары. И от того, что это первый цветок и молодой саженец. Но саженец тоже очень хороший, крепкий. Вот получается, что три побега. Вот у двух по одному бутончику. У этого получается три бутона полноценных. Роза красивая. И я к ней подходила еще вчера. Она, вы знаете, тоже источала некий такой карамельный, как мне показался, аромат. А сегодня я этого аромата как-то не услышала. Ну, не знаю. Может быть, это опять же связано с погодой. Ричард оф Чичестер. Если вот девочки у кого-то есть, посмотрите, похоже или нет. Но надеюсь, что это она. Первый цветочек распустила роза Артемис. Это оригинальный саженец. Три побега. Кисти из многочисленных бутонов. Вот. Хорошенький такой цветочек. Пока еще, наверное, мелковат. Сантиметра, я думаю, три. Максимум четыре. Ну, очень красивая закруточка. Ну, я довольна, что я купила эту розу. А вот эта нежность, это мускусный гибрид Alden Bizen. Пока она достаточно бледненькая, с легким каким-то розовым намеком. Буквально какие-то легкие штрихи или оттенки розового просматриваются. Но стоит она у меня целый день на солнце. Вот. Поэтому тоже все возможно. Саженец высотой сантиметров уже 60. Несколько побегов. Достаточно она так хорошо заветвилась и закустилась. Alden Bizen. Будем наблюдать, как будет развиваться этот мускусный гибрид. Повторяю, саженец оригинальный. А вот здесь у меня роза еще одна от Меховских. Это Кристофер Мерлоу. Тоже моя любимая Остинка. Ну, вот как он себя, смотрите, как он себя вел на жаре. Третий день я наблюдаю этот расцветший цветок. Вот этот, да? Вот этот. И, соответственно, вот этот. Он практически весь полностью розовый. А это сегодня раскрылся более яркий. Ну, пока ничего рыженького я в нем не вижу. Может быть, конечно, и там нет рыжего оттенка. Мне казалось, он рыжевато-розовый. Как-то вот так. Вот бутончики. Вот расцветший цветочек. И вот отцветающий. Да, конечно, розочка такая паникающая. Будет все время ложиться. Но ничего, придумаем ей подпорочки. И мне все равно очень нравится. Очень нравится. Но кустик высотой очень небольшой. Сантиметров 35 всего пока. Посадила я его рядом с моим фиолетовым капюшоном. Который, конечно, все-таки запекся на солнце за всю эту неделю. Но все равно общие впечатления от кустика очень приятные. Поэтому и цветовая гамма у них, в общем-то, несколько похожая. В дальнейшем, думаю, что будет интересно посмотреть. Как-то оба кустика будут достаточно большие. Вот это малявочка. Насколько я помню, бирочку что-то не нашла. Но мне кажется, это Алан Тичмаш. Который я купила у, по-моему, Миховских. Вот. Очень красивая закруточка у цветка. Немножечко мне напоминает Джеймса Галвая. Только более остроконечные вот эти листочки получаются. Пока малышка, но вполне такая, знаете, ветвистая. Вот. Так что, надеюсь, что все с ней тоже будет хорошо. Посадила я ее в один рядочек с Луисо Дьером. Который, конечно, уже весь осыпался. И Сенс Визен. Который также благополучно осыпался. Но я помогла им. Я как бы оборвала все цветочки. Которые запеклись. Вот это, надеюсь, все-таки раскрывается фольстав. Надеюсь. Посмотрю, наверное, уже в следующий выходной. Вот здесь хочу вам показать, вы знаете, общий эффект от розы, почвопокровной розы Кордеса в Эгдерзин. Все-таки очень красивый эффект. Да, она здесь у меня такая запеченная, погоревшая на солнце. Выцветшая. Но общий эффект и общие впечатления очень такие приятные. Такой мощный куст. Более метра. Я вот говорила, что, может быть, надо ее резать пониже. Наверное, нет. Ниже метра, наверное, я ее резать не буду. Иначе вся эта мощная красота будет стелиться где-то у земли. Ну, что тоже, в общем-то, мне не очень хочется. Вот, цветы все-таки, все-таки очень красивые. Надо, конечно, рассчитывать на то, что такого сильного пекла, ну, мы не всегда будем, как бы, будет такое сильное пекло. Так что, ну, цветы с очень красивым эффектом. Мне нравится. Почвопокровная роза. Век Дерзин. Ну, это третий год. В принципе, она еще не такая взрослая. Поэтому я думаю, что все еще будет лучше. А вот эта роза, которую я покупала в подворье, это оригинал Флорибунда. Сорт называется Николя Бриансон. Это вообще новинка. Вот. Ой, по-моему, Массат. Смотрите, какой цветочек интересный. Очень интересный. А вот это Бутон. Вот достаточно дорогой саженец. Ну, понятно, да, оригинальный. Но так неплохо себя пока проявляет. Выглядит неплохо. Вот буду за ним наблюдать. Тоже напоминает Джеймса Галвея по закрутке. Единственное, Джеймс Галвея, мне кажется, более плоский цветок. А этот, он немножечко вот так вот, как бы, шапочкой. Вроде бы. Ну, хотя, может быть... В общем, посмотрим. Посмотрим. Это только первый цветок. И вот еще Бутончик. Дальше будет интересно. Здесь раскрываю свои Бутоны розы, которую я взяла, как Чарльз Ренима Кинтош. Но, сказать откровенно, у меня тоже была эта роза оригинальная. Так же, как и Тизин Джорджи. Она у меня в тот год после зимы пропала. Весной 20-го. Но, насколько я ее помню, пока мне кажется, что не похожа. Но расцветет. Потом буду более, конечно, придирчиво рассматривать. Но здесь это розовый такой цвет. А у меня был все-таки сиреневый. Такой прям конкретно сиреневый. Ну, ладно, посмотрим дальше. А вот это чудо-чудное. Это я выращивала из семян, которые купила в Леруа Мерлен. Однолетний цветочек. Я очень хотела его посадить, попробовать в компаньоны к розам. Но что-то получилось, что-то нет. В принципе, непривередливый, я так поняла. Цветочек рассада была, конечно, не айс какая. Будут такие фиолетово-синие с цветом фуксии. Вот такие колокольчики мелкие. Надеюсь, что будет эффектно. Когда будет свисти, покажу. Сизые листва. Ну, в принципе, как он называется, я не помню. Попозже покажу упаковочку. Но видела его только в Леруа. Какие-то голландские семена. Ну, такой интересненький. Если будет свистенат насыщенно, то будет интересно. Может быть и нет.